Всем привет! По названию, думаю, вы уже поняли, о чем пойдет речь, и некоторые, наверное, скажут, что зачем эта личная достаточно тема. Тем не менее, я решила поделиться с ней, потому что кому-то она может помочь или поддержать в нужный момент, и для кого-то это будет просто история. Эта история началась еще в Бразилии, именно там мы поняли, что мы готовы стать родителями. Мы начали наши попытки завести ребенка, и мы понимали, что это получится наверняка далеко не сразу, тем не менее, с каждым отрицательным тестом становилось все тяжелее и тяжелее. Чтобы сильно не расстраиваться, мы решили, что мы будем продолжать пробовать, но не будем зацикливаться на этом, и, например, тест на беременность мы возьмем следующий, только когда уже будет задержка. Так пошло полгода. У меня сегодня пятый день задержки, и с каждым днем все больше и больше надежды появляется, и утром Даня уехал. Так что я нашла аптеку, где можно купить тест на беременность и пойти без него, потому что я хочу, если все положительно, я хочу сделать для него сюрпризом. Я везде, сегодня весь день хожу, на всякий случай, наверное, искала коробочку какую-нибудь подарочную, чтобы Дане сделать именно тебе подарком, но я нигде не могла найти. И я зашла в один магазинчик, там он такой небольшой, красивенький, и там есть как-то типа подарочное, оно больше как сувенирное. И я у них спрашивала, у вас есть подарочные коробки? А она говорит, есть такой, и побольше показывает такой. А сколько стоит вот этот маленький? Ага, нет, это бесплатно. А что? И она мне дала вот такую вот коробочку, ну, видимо, их тут логотип, но совершенно бесплатно, когда я хожу и не могу найти ни одну коробку, которая мне нужна, и это прям круто. Сейчас пока шла, читала, как использовать тест, потому что все равно немного разницы есть. Например, когда в Бразилии мы брали, я брала вот эти вот маленькие тонкие бумажные, а здесь получаются большие. Боже, я так волнуюсь, и не знаю, просто надеюсь, что в этот раз будет положительной. И я более чем уверена, что всегда найдутся люди, которые будут осуждать, вот, да вы только переехали, куда вам ребенка? Типа, на что жить будете, содержать, и все такое. Но насрать на этих людей, честное слово. Будет больше стимула, мотивации. Боже, да ладно, не буду ничего говорить, пускай эти люди просто остаются при своем мнении. Боже, я очень надеюсь, что положительные, иначе я просто сильно расстроюсь. Я сейчас пришла, вся мокрая, домой, жарко. Мы будем попробовать. Я, кстати, когда в мороженое, ой, я когда смотрела, как говорят о беременности, некоторые засовывали в это в мороженое. Я думаю, фу, как тратина, а по факту так, вот это вот открывается. Мне кажется, мои руки трясутся. Ладно. Ждем. Ждем. Там от двух до десяти минут ждать. Я даже не смотрю специально. Боже. Я специально не смотрю. Ой, надо засечь, наверное. Ладно, так подожду. Вот плюсик, это значит беременная. Если минус, значит не беременная. Я не могу, я уже хочу смотреть. Я не могу, я уже хочу смотреть. Я, наверное, просто очень сильно надеялась. И я даже не плачу. И просто... Да. Да. Наверное, первый узнает мой друг. Я про с ним все время на следе и рассказывала то, что Дане хочу сюрприз делать. Он знает про дни задержки и все такое. И я ему сейчас расскажу и буду готовить Дане сюрприз. Сейчас пишу записку. Нормально писать не могу руки. До сих пор трясутся. Вы чувствуете, даже камера трясется? Ладно. Вот. Так вот. Шесть. Я, короче, не вытерпела. И рассказала еще одному человеку. Надеюсь, Дане не обидится, что он не первый, а третий. Рассказала еще одному человеку, подруге. Она осталась в Вогограде. И она сама беременна сейчас вторым ребенком на пятом месяце. Вот. И она мне поможет сделать сюрприз для моих родителей. Ну, как сообщить и снять это. Боже, я надеюсь, я не спалюсь своим счастьем перед Даней. Потому что сегодня рассказать не получится. Только если завтра. Потому что я хочу это, ну, более-менее красиво сделать. Я не нашла киндер сюрприз. Но нашла киндер Джой. Так что пускай хотя бы он будет пока что. Но если я найду киндер сюрприз до того, как скажу Дане, то куплю его. Но ориентировочно завтра утром Даня узнает. В общем, получается как-то вот так вот. Написано уже в пути, будто примерно через 8 месяцев. Твой малыш. Вот. Я уже дождаться не могу, когда скажу Дане. Когда он узнает. И если честно, мне кажется, я переживаю так же, как парни, когда делают предложение девчонке. Хотя я знаю, что он будет рад. Но, блин. Все равно переживания, нервы. Утром мы поехали смотреть жилье. Туда, куда после переехали. И я очень сильно переживала и расстроилась о том, что не получится рассказать Дане, так как он поспал всего 2 часа, и он был бы просто не готов воспринять эту информацию, или просто не смог бы воспринять, потому что очень мало спал. Но после того, как мы посмотрели этот дом, я увидела, что он проснулся, у него поднялось настроение, и я подумала, вот, это тот самый момент, когда нужно рассказать, типа, идеальный его не будет. Надеюсь, он тебе понравится. Да, ну нахер. Серьезно? Да ну нахер. Да ну, смысл. Подожди. Я делаю еще второй день вчера. Серьезно? Вот второй день. Голосочек придет. Голосочек придет. Голосочек придет. Уже месяц или день. Ох ты, козявка какая. Я вчера точно узнала. Я вчера 5 дней задержки пришел. Я вчера только утром ходила, так раз, далеко, чтобы выяснить. Ну, ты не знал, что я беременна. Не знал. Короче, он так что сказал, что по мне не было видно, что я беременна, а сейчас это еще не будет видно, потому что... Не было видно, что я беременна, потому что... Я мозг выношу постоянно беременна или нет. Вот комплимент. А тебе и потом будет непонятно. В общем, короче, куча, куча всего. Вот. Может, на видео не передается, конечно, такие эмоции, но он был безумно счастлив на седьмом дне счастья. И когда ты чувствуешь такое прям счастье, тебе хочется сразу поделиться со всеми, всем рассказать и все такое. Мне удалось с ним договориться, чтобы он повременил с этим. Следующим я хотела рассказать своим родителям, но я не хотела им просто позвонить и сказать. Мне хотелось сделать как-то это с сюрпризом. И мне помогала подруга, но чтобы организовать сюрприз, требовалось немного времени. Она с моими родителями в очень хороших отношениях, поэтому когда она сказала, что придетит к ним в гости, это не вызывало никаких подозрений, и это все нормально, все окей. Но мои родители чуть ли не нарушили наши планы, потому что... Ну, они не знали же о сюрпризе. Поэтому они позвали также в гости ее родителей и просто друзей семьи. Все эти люди мне хорошо знакомы, и в этом нет ничего такого, но все-таки это тот момент интимный, который я хотела разделить только с семьей, и не хотела пока всем рассказывать. И поэтому я просто позвонила по видеозвонку родителям, а это как раз тот день, когда раз в неделю я буду зазваниваться по видеозвонку. Значит, это подозрение тоже не вызвало. Я позвонила родителям, и мягко намекая, что как бы гости засиделись, вам пора идти. Вы не думайте, что я такая наглая, выгнала их и все. Тем не менее, они много уже реально время провели вместе, и так получилось, что я видела реакцию родителей в прямом эфире. Хорошо. В общем, у нас для вас есть подарок. Это какой-то Нил. Тоска. С мальчишком будет. Привет, бабушка и дедушка. Сами читайте. Так, так, так. Подождите, что это за интервью. Привет, бабушка и дедушка. Придержите, пожалуйста. Это для меня до нашей встречи. А то, зная двоюродных, братика и сестренки, они попытаются отобрать. Не могу дождаться встречи с вами. В феврале очень жду вас гостей в Америку. Вы че? У меня в феврале. Мужчина, это правда? У меня полагает. Я, конечно, знала, что у меня семья эмоциональная, но настолько это действительно теперь моё самое любимое видео. После мы разговаривали с мамой, и они рассказывали свои первые мысли и эмоции, какие крушились, пока не читали. В итоге, оказывается, у меня младшая сестра так не поняла, что я беременна, а брат младший, он очень обрадовался, тем не менее расстроился, что он далеко и не мог бы посидеть со своими племянниками. И за пару дней до этого я тоже разговаривала с мамой, она так спросила, типа, что-то зашла тема про детей, а я говорю, ой, да не знаю, когда-нибудь, ну, типа, отниклилась, потому что не хотела портить сюрприз. В следующем мы рассказали моему старшему брату его семье и Дане своей семье. Не могу дождаться встречи с Валей, с вами в феврале, и очень жду вас в гости в Америку, с любой ваш племянник или племянница. Ну, круто. Да ладно, она че, это, я только думал, я не понимаю, какой дядя, какой тётя, ничего себе, это ты че, теперь брюхастая тоже стал? На самом деле признаки беременности у меня появились ещё до того, как я узнала, что я беременна. Например, хоть у меня и проблематичные зубы, но ни с того ни с сего у меня сильно заболел здоровый зуб. Или у меня жёстко высыпало лицо. Обычно каждый раз перед месячными у меня высыпает немного, а после проходит, а тут становилось только хуже. Беременность проходила легко, у меня не было никакого жёсткого токсикоза, чему я очень рада, да и Даня тоже, потому что когда меня рвёт, я обычно теряю сознание. Ничего такого не было, единственная была тошнота, и то мне помогала справляться с ней минералка, и всё. Естественно, как мы узнали, что я беременна, мы сразу писались к врачу, но они сказали, что так как маленький срок, нужно просто подождать побольше, и если что-то случится, то, конечно, сразу приходи. Но до следующего первого нашего приёма мы ждали почти месяц. Ох, сегодня 28 июля уже, прошло много времени, и сегодня первый поход у нас к врачу. Раньше записаться не получилось, не понимали. Честно, переживаю. Не знаю почему, надеюсь, что всё отлично, просто пока не сказали, что всё хорошо. Я же переживаю, не знаю, что моё здоровье. Вообще, обычно чего-то не хватает. Сегодня ездили с Даней на машине, и я у него спросила, переживаешь ли ты, ну, тревожность есть. Ну, типа, не знаешь почему, но тревожность есть. Я одела платьице. Взяли, с учётом тоже для беременности, потому что здесь вот спокойно может быть большой животик. Ладно. Но я не знаю, может, скорее всего, переоденусь, я не знаю, что лучше, потому что... Я не знаю, как лучше футболки в шортах или в платье удобнее будет. Надеюсь, всё хорошо. Не знаю почему, но может, потому что первый раз такое, и такое нервное состояние переживаю. Ну, чё, посмотрим. Надеюсь, увидим на УЗИ лялечку нашу. Это такая полненькая круглая лица. Мы где-то полчаса назад были у врача, и вот фотография нашего малыша, такой маленький. Срок 9 недель и 1 день, 2 месяца. Но сердцебиение больше нету. Так что... Малыша больше нету. Я уже проплакала, на самом деле. Я просто обидна, почему некоторые люди, кто не хотят детей, не залетают. А некоторые фотографии, причём, что мы старались не разу, и получилось. Но... Малыша больше не бьёт из сердца. Я первый раз вижу, как ты плачешь. И поэтому ты плачешь? Не надо меня заниматься. Сейчас посмотрят в тачку кто-нибудь, думают, что за дебилы сидят, два ревут. Я впервые увидела, как плачет Даня. И хоть в кабинете он старался быть сильным ради меня, но в тот момент, когда мы ехали домой, я увидела, насколько ему действительно больно. Самое трудное после принятия было рассказать семье. Мы видели, насколько они были рады, и разбивать им сердце совсем не хотелось. Вопросы отправили в фотографию малыша и написали. Вот наш малыш. Срок 9 недель и 1 день. Но сердцебриения больше нет. В инете врача нам сказали, что это произошло в ближайшие пару дней, так как ребёнок дарил за такого срока. Родиться он должен был у нас 29 февраля. Это дата раз в 4 года. И рассказали дальнейшие наши действия. Я очень благодарна нашему врачу, так как она преподнесла эту новость тактично и аккуратно, потому что я слышала о иных историях, и это может сильно травмировать. Через неделю у меня была операция. Можно было сделать очистку, иначе это могло навредить мне и будущему зачатию. Поэтому есть ли сдавать дополнительно анализы, чтобы проверить, что всё пройдёт хорошо и без проблем. Эта неделя была очень странной для меня, так как я понимала, что я ещё беременна, и тем не менее я понимала, что я уже не беременна. И это было очень странно для воспринятия. Очистка может быть двумя способами. Одна медикаментозная, когда вы берёте специальные препараты, и само всё выходит, но есть риск большого кровотечения. И вторая – это хирургическая, где под общим наркозом, как хирург, вручную всё очищает. Мы выбрали вторую. Сама операция шла 15 минут. Организм быстро восстановился, и можно пробовать заново. У меня восстановление заняло, наверное, полностью месяц-полтора. Сейчас прошло время, и достаточно многое, это больше не открытая рана для нас. Тем не менее, в какой-то момент мне помогли мысли, к которым я пришла, или какие-то фразы. И я хочу сейчас с вами поделиться ими. Первое – это не зацикливаться на том, что не получается. Это может быть всё равно грустно, обидно, больно. Но не делать это эпицентом, не зацикливаться на этом, а продолжать жить. Естественно, стоит обратиться к специалисту для проверки. Понимать, что это происходит гораздо чаще, чем думаешь. И это действительно так. Многие просто не говорят об этом. Но почти у каждой третьей женщины хоть раз происходит или выкидыш, или замёрзшая беременность. Наверное, это будет грубо сказано, но это нормально. И если это принять, от этого будет легче. Говорить об этом не страшно и даже важно, я считаю. Но тут каждый решает для себя. Например, Таня, он какое-то время после этого мог говорить только со мной об этом. Я же обсуждала эту тему с психологом, с родителями. Мне, наоборот, становилось так легче. Мне легче стало, когда я видела и смотрела других людей, у кого это случалось. Принять, что тут нет твоей вины. И, к сожалению, я знаю, что так не всегда бывает. Меня, например, очень сильно триггерило, когда мне говорили, что у меня выкидыш, хотя у меня замёрзшая беременность была, и разница в этом есть. Но когда мне только сказали, что у меня замёрзшая беременность и сердцебиения нет, у меня сразу было в голове, что я не так сделала, я же всё правильно делала. Но ты начинаешь в себе копаться, себя винить. Просто нужно принять, что твоей вины нет. Если вдруг случилось, что это по вашей вине было, думаю, тут необходимо себя простить. Иначе двигаться дальше будет очень трудно. Обсудить всё с партнёром. Я очень боялась, что это даст речи на наших отношениях. Я слышала много историй, что это или объединяет, или, наоборот, одоляет друг от друга. И у меня был страх, что кто-то один из нас будет горевать сильнее, нежели другой. И я очень благодарна Дане, что мы это просто обсуждали. Мы обсуждали каждую деталь, каждое вот это вот всё. Поэтому я считаю, что нужно обсуждать с партнёром свои переживания и боль, и всякие такие нюансы. Но, тем не менее, слышать друг друга и с терпением. Любая твоя реакция нормальна. В моментах я также переживала, что я очень мало горевала. Потому что между грустью мы могли также пообщаться, что-то пошутить, посмеяться. И мне казалось, что это ненормально. Но, тем не менее, любая реакция – это нормально. Просто каждый переживает по-своему. И это нужно запомнить. Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуй, это всё. И я рада, что смогла поделиться с вами. Кому-то это просто будет историей, кому-то в поддержку. И вы можете отправить это видео. Тот, кто переживает это. И, возможно, советы помогут. Также вы можете подписаться на мои социальные сети. Другие, например, в Телеграме. Я про это рассказывала, наверное, месяца три назад уже. И, в принципе, всё. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok